Продолжаем веселиться на тему лженауки современной. И сегодня у нас ролик «Гипотеза Пуанкаре» Алексея Саватеева на постнауке. Должно быть... Гипотеза Пуанкаре, а ныне теорема Пуанкаре Перельмана, является одним из самых фундаментальных наблюдений в топологии? И с точки зрения обычного человека... Формулировка сразу зачетная, не могу промолчать. Одним из фундаментальных наблюдений в топологии. Вот наблюдения, вообще, они бывают в природе, там, человек что-то наблюдает. Чтобы что-то наблюдать в топологии, то надо глаза наждачкой натереть, чтобы там что-то наблюдать. Не существует невозможное наблюдение в топологии. Это просто абстрактное моделирование. Что-то наблюдать там нереально, физически невозможно. Слишком больное воображение для этого нужно. Человека, она описывает мир, в котором мы живем. Но здесь является одним из самых фундаментальных наблюдений в топологии. И с точки зрения обычного человека, она описывает мир, в котором мы живем. Стоп, 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 стоп. Вот обычному человеку вообще начихать, хвать на вашу топологию, на вашу абстрактную математику, она никакого отношения к миру, в котором мы живем, не имеет. Это вы там крючитесь, корячитесь в этих абстрактных, оторванных от реальности, от действительного мира формулах и моделях. И пытаетесь вот эту рассказать сказку про обычного человека. Так, еще раз. Эльмана является одним из самых фундаментальных наблюдений в топологии. И с точки зрения обычного человека, она описывает мир, в котором мы живем. У-у-у, хорошо. Ну, здесь некоторый такой натяг существует в этих словах. Но, тем не менее, давайте подумаем, что мы знаем о нашем мире. Во-первых, он трехмерный. А что такое трехмерный? Молодец. Трехмерный, это означает, что из какой-то фиксированной точки я могу провести три оси, которые были бы перпендикулярны друг другу попарно. А четвертую ось я уже провести не могу. Ну, она как бы, да, она должна уходить в какие-то новые измерения, да, она не видит. Вот он три оси смог такой сопоставить, раз, два, три. А четвертую он не может, она у него должна в измерения попасть. Она нормально у тебя совпадает с той же осью, которую ты в прошлый раз положил. И шесть осей у тебя совпадут. И никакие измерения дополнительно не нужны. Пожалуйста, не ври людям. Вот это вот жульничество. Вы свидетели жульничества. Товарищ Алексей Саватеев, ну, непрерывно врет о том и сём, и сейчас вот прям вот обманывает доверчивых детишек. Это как наперточек на рынке. Жулики от современной науки забавляют наш мир своими камингарями. Вот, это первое наблюдение про наш мир. Давай посмотрим еще, какие наблюдения можно сделать. Мы, наверное, верим, что нигде нет какой-то стены, за которой вот ты шагнул, и там, ну, бездна такая, да, вот ты там пропадешь. То есть, грубо говоря, в районе любой точки, в которой ты находишься, мир устроен совершенно одинаково, да? То есть он во все стороны вот так вот как бы виден, так же, как отсюда. То есть локально он устроен, ну, как внутренность там мячика, футбольного мяча. Это свойство на научном языке звучит так. Наш мир является гладким трехмерным многообразием. Все, приехали. Вот, понимаете, видим одно, говорим другое. Мы видим просто обыкновенное открытое пространство, которое не является никакой моделью. Все многообразия – это модели математические. А пространство, в котором мы находимся, – это реальный физический объект, который не является никаким абстрактным многообразием. Далее. Следующий вопрос того, бесконечен наш мир или он, ну, так сказать, конечен в том смысле, что от любой точки до любой можно за какое-то конечное время добраться. Стоп, подмена терминов сразу. Конечен ли мир или ты можешь добраться из точки в точку? Точка, к которой ты добираешься, это от одной точки до другой однозначно всегда конечное расстояние. Но это не может как-то сопоставляться с миром. То есть длина отрезка и длина всего мира, всего пространства – это разные вещи. Ты сейчас либо не понимаешь, что вообще курлычишь, либо сознательно обманываешь детишек, для которых предназначен этот материал. То есть Алексей Саватеев, вот мы сколько, 1 минута 36 сантиметров, мы посмотрели, да, 36 минут. И он уже нам столько всего интересного наврал. Это современный математик. Что это за математик? Это математик, которого приглашают посещать школы, где он читает лекции, да. То есть это активный популяризатор лженауки по нашему постсоветскому пространству, конкретно по России. Это вот вредитель, конченый вредитель. Это гирлянда такая, как горта жуликов, которая издевается над нашей наукой. Все материалы, которые защищены когда-либо от апологии – это мошенничество. Это не является наукой, это все построено вне рамок научного метода. Это прямо вот конченые жулики. Их надо гнать со всех учебных заведений. Плохими тряпками их надо гнать. Нехорошие это ребята делают, а неплохое дело. Даже там за миллиарды миллиардов лет, но все-таки за конечное время. Ну, насколько я понимаю современную космологию, здесь я совсем не дока. И здесь надо спросить у каких-нибудь специалистов в космологии именно. Но вроде бы на сегодня бытует мнение, что Вселенная конечна. Вот-вот. Вот. Это вот как, представьте, да. Человек. Занимается наукой, да. Он нам должен элементарно отвечать на простейшие вопросы. Конечно ли пространство или бесконечно. Это же как бы, ну, теоретический минимум для специалиста. Он такой, я, блин, не знаю, конечно она или не конечно. И кто-то где-то, наверное, знает, конечно она или не конечно наша Вселенная. Но бытует такое-то мнение, что она, наверное, конечна. Да чё, какое мнение? Это известный научный факт. Если у вас нет такого объекта, который может прерваться, то Вселенная, это пространство, содержащее материю, прерваться не может, закончиться не может. Физически это невозможно. Это научный факт, известен по своей исходной аксиоматике сотни лет. Как вот люди научились словесно формулировать задачу, так это уже ответ известен. Материальный объект, он может закончиться, прерваться. Пространство это не материальный объект. У него нет такого свойства, которое может закончиться. Вот когда прервать пространство, не состоящее из материи, невозможно. У него нет той штуки, которая может закончиться. Она огромна, но она конечна. То есть, ну, грубо говоря, если ты выбрал наугад две точки в нашей Вселенной, то между ними существует путь, измеряющийся конечной длиной, так сказать. Ну, подмена расстояния. Вообще, вот эта вот уголовка. Это обман населения, вот прям жульнический обман населения. Вот вся наша страна платит налоги. В результате этого формируется бюджет, в том числе образования, да. И вот эти вот жулики приходят в образование и ломают полностью мозг нашим детям. Наводнили образование вот этими вот всякими псевдопроблемами, псевдонаукой, лженаукой, жульничеством. Паразитируют за счет этого. Это мошенничество, в чистом виде. Это мошенники. В километрах. И его, соответственно, можно за какое-то время пройти. Какие еще свойства нашего мира мы предполагаем выполненными? Некоторое довольно тонкое свойство, о котором можно рассказать только путем аналогии с осязаемыми другими объектами. Называется односвязность. Что такое односвязность? Рассмотрим. Внимание, он сказал свойства нашего мира. Односвязность. Не свойства объекта, расположенного в пространстве, а именно свойства всего мира. То есть, если у Васи нос зеленый, то мир, весь мир зеленый. Примерно сейчас будет такая же вот фальсификация, такой подмен. Такая подмена. Смотрим поверхность мяча. Не внутренность, а поверхность мяча. По аналогии с нашим миром, поверхность мяча можно назвать гладким двумерным многообразием. Гладкое двумерное многообразие. В каждой точке на поверхности мяча я могу провести... Вот гладкое двумерное многообразие. Это называется обычная фигура шар. Если не заниматься мошенничеством, не заниматься подменой терминов, то никаким гладким двумерным многообразием он не является этот шар. И однообразием, и полубообразием. Это просто бред. Подмена терминов. Вот там, где совершена подмена терминов, где вы шар стали называть многообразием, там, пардон, мошенничество начинается. Была геометрическая фигура, объект расположенный в пространстве. Дальше вы подменили это абстрактной мыслительной конструкцией, которая у вас имеет не физические свойства, не приемлемые к нашему действительному миру. И дальше вот вы занимаетесь мошенничеством. То есть в каждой точке на поверхности мяча я могу провести только два направления, которые будут друг другу перпендикулярны. А третье уже, ну как бы, я должен буду покидать эту поверхность. И плоские. Ты не можешь провести два направления на поверхности мяча, которые будут друг другу перпендикулярны. Потому что речь идет о прямых линиях. Если мы про перпендикулярность говорим, об угле. Угол на прямых линиях. В общем, в доступном понимании. Если ты хочешь все-таки на кривых линиях, то уточняй, батенька, что ты осуществил подмину общеобразовательных прямых линий, надальные геодезические, которые ты потом подбудешь выдавать за кривые. То есть это жульничество. Опять это вот мы просмотрели 2 минуты 51 секунду. Пока идет одно за другим накладывающееся жульничество. В количестве уже под десяток штук минимум. И это у нас Алексей Саватеев рассказывает гипотезу Пуанкаре на постнауке. Мошенники. Безграмотное чудо. Плоский объект, который живет на поверхности меча, плоское разумное существо, если бы оно существовало. Вот давайте. Плоский объект живет на поверхности меча. Вот поверхность. Живут тут. Различные объекты живут. В основном объемные объекты на поверхности меча живут. Люди тут ходят такие. Если кого-то переехать катком, раздавить на поверхности меча, он не сможет там думать и жить на поверхности меча. Это все сказки вообще средневековые. Плоский объект, который живет на поверхности меча, такой плоский, плоское разумное существо, если бы оно существовало, для него бы это направление было неослезаемым. Он бы не смог его наблюдать, и он бы сказал, что... Субъективное восприятие воображаемым существом влияет на нашу науку. Вот представьте, планета, земля, да, объемные люди нормальные, да, а тут вот фантазии субъективного существа, рассказанные не плоским субъектом, а мышление плоского субъекта, должны как-то влиять на нашу науку, наше представление. Это вот врунишки. Полностью стыдная вещь. Он бы сказал, что, ну, мой мир двумерен, потому что есть две прямые, перпендикулярные друг к другу, которые я в каждой точке могу нарисовать. Вот. Ну и поверхность меча, соответственно, она обладает, ну, как бы всеми остальными свойствами. Нигде нет какого-то такого края, да, что мы взяли, если бы мы вырезали дыру в мече, дырку, да, то мы бы подошли, подошли, ах, край, да. Но на нормальном цельном мяче такого края нет. Вот. Он конечный, да, то есть за конечное время из любой точки поверхности мяча можно доехать до любой. Хотя, если наш вот этот вот разумный тараканчик очень маленький, он может, ну, как бы, ни за какое разумное свое время жизни там... Это вот сейчас нас заболтывая о свойствах объекта, мяч это объект, шар это объект, расположенный в нашем действительно мире. Вот. Болтая о различных свойствах этого объекта, он пытается распространить эти свойства, нас запутать так, чтобы мы поверили, что свойства меча распространяются на Вселенную. То есть Вселенная приобретает свойства меча. Вот он вот будет к этому подводить сейчас. Еще одно жульничество готовится, к которому вы должны раскрыть свой мозг и впитать. Или там, даже за миллиард времен жизни он может до туда и не добраться, но все равно поверхность меча конечна. Вот. Теперь переходим к односвязности. Что такое односвязность? Давайте на поверхности меча я как-то нарисовал, ну, некоторую кривую, ну, или так, скажем, положил некоторую ниточку на поверхность меча. Каким-то образом. Может быть, по диаметру, может, просто в окрестности как-то бросил, может, вообще там с самопересечениями, как угодно. Бросил какую-то ниточку. Я всегда могу ее стянуть в одну точечку, постепенно, так, непрерывно, вот, стягивая, 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 я могу ее стянуть в одну точку, ну, и как бы снять, убрать с меча. А вот, например, если мы рассмотрим поверхность бублика, то, что называется в математике тор, таким словом, ну, или камеры, ну, от машины, да, шина, шина, вот эта вот камера, все предыдущее верно и про нее тоже. Оно конечна, да? Нигде нет никакого такого страшного края, да? То есть тот, кто живет на этой двумерной камере, вот так, с первого наблюдения, он никак не отличит эту ситуацию от того, что он живет на сфере. Ну, если он очень маленький, то вот эти изогнутости он не замечает. Изогнутости это артефакт того, что камера вложена на самом деле в наш трехмерный мир. В четырехмерном мире она могла бы быть... Камера вложена в наш... Она не вложена, она расположена в нашем трехмерном мире. В четырехмерном мире она не может быть и существовать, потому что четырехмерный мир невозможен. У вас просто на предыдущем этапе рассуждений стерся файл, о том, что следующая геометрическая мерность просто совпадает с предыдущей. Вот четвертая геометрическая мерность совпадает с первой геометрической мерностью и так далее. Пятая со второй, шестая с третьей. А будильник он не является геометрической мерностью, время не является геометрической мерностью и каких-то логических обоснований считать за геометрической мерностью нет. Это будет фальсификация предметов счета. То есть, ваше вот это повествование, оно абсолютно полностью мошенническое, жульническое. Вы обманываете детишек. Ваш гуру во многих поколениях назад и эта толпа сподвижников, основоположников вот этого всего бреда просто не могли сосредоточиться. Ну, бывает так вот, люди не могут сосредоточиться. Им надо не в науку, им надо дворы подметать эти. Они вот этим занимаются. И вам тоже, товарищ, надо идти подметать дворики. Нормальное будет для вас занятие. Вы не будете обманывать людей. Могла бы быть совершенно такой, неизогнутой нормальной, ну, как бы, в определенном смысле слова. Она бы имела совершенно другие свойства, но все равно была бы двумерной. То есть, в каждой точке наблюдалось бы два таких направления. Ну вот. Но, что отличает камеру мяча от сферы? Тем, что я могу вокруг камеры, вот так вот пропустив в дырочку, завязать веревочку. И эту веревочку я как не шевелю, я снять с камеры уже не могу. Она бегает по этой камере, да? Бегает туда-сюда. Я могу даже взять за эту веревочку вот так поднять, подержать камеру. Камера у меня в руке будет прыгать. Вот представьте, наша страна платит зарплату вот этим вот товарищам, чтобы они вот этой фигней занимались. Что это может быть как-нибудь важно для чего-нибудь? Это не может быть важно ни для нашей экономики, потому что это неприменимо к экономике. Вот эта вот бредятина, да, односвязанность, она никак не поможет. Не может быть полезна. Она может только вред нанести потрата времени, интеллектуального ресурса, да, в плане экономики. Она не может быть полезна для нашего образования. Потому что, когда мы берем детишек и заставляем тратить время на постигание вот этой слабоумной хрени, этого маразма, то мы наносим ущерб. Мы украли время у детей для того, чтобы они узнали вот об этом ненаучном бреде, чтобы они потратили свое время вот на изучение этого. То есть ни для экономики, ни для образования, ни для науки. Наука, это не имеет отношения к науке, потому что пошла речь о недействительном мире. Вот в нашем действительно мире все объекты трехмерные, никакие многообразия не расширяют возможности мерности нашего пространства. Вот это касаемо реальности, да. А вот в воображаемом идиотском мире, несовместимом с нашим миром, вот это вот как-то можно о чем-то говорить. То есть это полностью вредоносная деятельность, наносящая ущерб и экономике, и образованию, и науке. Это вот человек занимается этим. Более того, он вообще ничем кроме этого не занимается. Это основные виды деятельности. Вот эта вот толпа гаммиоморфологов всех, она вот занимается вот этой вот полоумной шизоидной деятельностью. Ну как так можно? Для чего вас выпустили? Не будет приклеено, но отделить их друг от друга я не могу. Вот это называется неодносвязность. То есть существуют такие петли, которые снять нельзя. На сфере таких петель нет, а на камере есть. Наверное, надо рассказать про историю вопроса. Вот это вот про поверхности у нас... Ну вот с такой же легкостью можно было взять кубик, обсуждать его грани. Выдумывая там гаммиоморфность граней, угловатость, что-нибудь о ней лопотать, это не имеет никакого отношения к науке. Это просто ковыряние в неприменимых на практике позициях. И чтобы мы не наковыряли на ребрах кубика, оно не будет распространяться на Вселенную. Это распространяется только на свойства объекта. Не может никакое частное свойство, неважно, шар, тор, куб, любая другая фигура, не может это распространяться на весь мир. Вот эту историю про поверхности, да, ее хорошо разработал Леонард Тейлер. И он первый сказал, чем математически можно прям одной формулой, да, отличить поверхность мяча от поверхности бублика. И, по сути, он основатель топологии, он вообще основатель почти всех наук, которые мы сегодня изучаем в ВУЗе. Но топологии он основатель просто вот стопудово, да, то есть он сказал, нарисуйте на сфере любой, ну, многогранник, ну, любую такую, как бы, картиночку из точек, соединяющих их отрезков, такой рисунок, детский рисунок. Посчитайте количество вершин, рёбер и граней таких лоскуточков, и будет В минус Р плюс Г всегда равно двум. Он это доказал. А если сделать то же самое на поверхности бублика, то будет В минус Р плюс Г равно нулю. В — это количество вершин в картинке, Р — количество рёбер в картинке, а Г — количество вот этих лоскуков, то есть граней в картиночке. То есть здесь оно равно двум, а здесь оно равно нулю, и это не зависит от картинки, это инвариант. Какую бы картинку ты ни нарисовал, это число всегда будет одинаковым на сфере и всегда будет равным двум, и всегда одинаковым на торе и всегда равным нулю. — Классно. — И это отличает одно от другого. Ну, тем самым мы доказали, что эти две поверхности... — Очень полезное наблюдение для народного хозяйства, для науки. И толпа такая поднялась и пошла в гомотопию, гомеобразие, многообразие. — Поверхности не могут быть друг друга непрерывно перетянуты, без разрывов, без склеивания, вот так вот непрерывно, как резина. Потому что, ну, если бы они были друг другу перетянуты, то картинка, которая нарисована здесь, оказалась бы картинкой, которая нарисована здесь. Но тогда в процессе непрерывной вот этой перетяжки у нас же не могло меняться число вершин, ребер и грани. Вот и противоречие. Его спрашивали, а зачем это вообще делать, да? Нам что, не очевидно, что вот это вот, это не то же самое, что это? Ну, не знаю, что отвечал Эйлер, я за него отвечу, что то, что нам очевидно в двумерной ситуации, нам абсолютно не очевидно в трехмерной, четырехмерной и так далее. — Вот есть вещи, которые ему очевидны в четырехмерном, в пятимерном и так далее. Вот на планете не существует людей, которым очевидно, что там в четырехмерном, в пятимерном, потому что таинства маразма недостижимы, непостижимы. Если кто-то постиг таинства маразма, то он либо бредит, либо обманывает окружающих. В четырехмерном ничего не существует. Математическая модель четырехмерного, она построена с нарушением логики. А там, где логику нарушили, там законы логики не действуют. Значит, любой мыслительный продукт не является адекватным, научным, сколько-нибудь связанным. Это просто послойное наложение уровней бреда. — В частности, нам совершенно непонятно то же самое про наш мир. Как представить себе такое вот типа Тора, что-нибудь типа Тора, только трехмерного? Это отдельно развивать в себе атопологическую интуицию. — Это вот представьте, это он говорит про наш мир. Как себе представить, тут типа Тора, только трехмерного. Это вот человек реально, вот это вот сгусток, вот этого мыслительного гноя в голове, допускает то, что наш обычный трехмерный мир, это является торт только трехмерный или штон там. Это все, это непостижимые, дальше идут слои бреда. — Этопологическую интуицию. Это совершенно не очевидно. А если что-то не очевидно? Ну, как представить себе такое вот типа Тора, что-нибудь типа Тора, только трехмерного? Это отдельно развивать в себе атопологическую интуицию. — Вот, вот, атопологическая интуиция. Они вот туда, грубо говоря, в эти гомеоморфности просачиваются и развивают в себе топологическую интуицию. То есть, это уже не на уровне каких-то мыслительных связок, логических построений, это на уровне топологической интуиции. Хороший термин. Топологическая интуиция. Я вчера заблудился, домой не смог попасть. Это у тебя топологическая интуиция. Сработало. Я сосредоточиться не могу. Это у тебя топологическая интуиция. Блин. 8 минут 3 секунды. Существует топология. ...интуицию. Это совершенно не очевидно. А если что-то не очевидно, нам нужны математические строгие формулы, которые будут работать даже там, где мы не видим, где наша интуиция проваливается. Ну, вот, собственно, в этом и вопрос был. Гипотеза по Анкаре. Да? То есть, еще Ейлер, со времен Ейлера, было понятно, и впоследствии там, неоднократно, все более строго доказано, что поверхностей двумерных, то есть, которые устроены локально, как обычный лист бумаги, а глобально, они нигде не имеют края, и конечны в своем размере. Так вот, таких поверхностей, их целое семейство, дискретное такое семейство, начинается со сферы, и продолжается вот этими бубликами с дырочками. Одна дырочка, потом можно сделать такой, как бы, из двух бубликов, кренделек, в нем две дырки будет, потом еще одну такую. Вот если бы, блин, тебя вместе с Эйлером отправить в пекарь, мы бы такие булочки классные пекли, кренделечки такие. Зато наука бы не пострадала. Дырки будет, потом еще одну такую подрисовать, третья дырка, ну и так далее, вот эти вот сферы с ручками, как их называют ученые, и это полная классификация. То есть, вот это вся классификация поверхностей двумерных, конечных, ну, как говорят, компактных, да, многообразий двумерных. Вот. И если мы наложим условия односвязности дополнительные, то есть, что веревочку, которую мы завяжем, всегда можно снять, то все вот эти вот бублики и кренделеки, они сразу у нас уходят, потому что все, на всех них можно завязать веревку так, что снять нельзя. Поэтому остается только сфера, и здесь, как бы, гипотеза Пуанкаре оказывается совершенно очевидной, что любое двумерное многообразие, ориентируемое, компактное, ну, то есть, там, конечное и без, без вот этих пропастей, да, говоря русским языком, является сферой, обычной сферой, поверхностью, обычного нашего футбольного футбольного мяча. Так, гипотеза Пуанкаре состоит ровно в том же самом, только для трехмерных поверхностей. То есть, для трехмерных уже не поверхностей, надо говорить, о многообразии. Любое трехмерное многообразие, конечное, ну, по-научному компактное, которое является при этом односвязным, обязано быть просто поверхностью четырехмерного мяча футбольного, или что эквивалентно трех. Это о достижении бреда. Вот это вот мыслительная конструкция объекта, до которого вы догалюционировали в рамках трехмерного пространства, трехмерным мозгом с нарушением логики у вас просто обязано быть. Четырехмерным мячом или каким-то... То есть, вот это вот это апофеоз бреда, это вот расцвет бреда, это вот действительно глаза наждачкой натерли и увидели то, чего не может быть. Вот тайны маразма. И они пытаются серьезно думать, что это имеет какое-то отношение к науке. Более того, они уверены, что это наука, да, они же, ну как, они деньги-то с науки стригут на это, на все. Они уверены, что это наука, они выдают это все за науку. Они считают это чем-то умным, да, что вот так вот хлоп-хлоп, ты что-то ковырялся, ковырялся в обычной трехмерной фигуре, расположенной в трехмерном пространстве. У тебя тут перенапрягся, у тебя там хруст такой произошел мыслительный, в мыслительном нерве там, и все. И мы достигли вот этого вот, то, чего даже повторять-то страшно, вдруг заразишься, очень аккуратно это слушайте, это прям сильно заразная вещь. Односвязным обязано быть просто поверхностью четырехмерного мяча футбольного. Вот, трехмерный мяч, да, представьте, четырехмерный мяч. Это мяч, укуренный в параллельных пространствах, которых быть не может. Это вот, это вот, товарищ, и группа жуликов вместе с ним пытаются нам проповедовать. Вот, понимаете, это же как что, это, ну, это вот, когда бы всех идиотов собрали и поставили их повелевать миром. Вот они реально повелевают нашей наукой, причем не только нашей, импортной, там, бретоноидной, всей наукой мира, они повелевают, они там определяющие. Более того, в Российскую Академию Наук они залезли на нашу Академию Наук, вот эти вот крабы такие, безграмотные, не способные сосредоточиться, залезли туда гомеоморфологи эти, и управляют, вот именно эти люди управляют всей Академией Наук. Вот, несчастный биолог вынужден подчиняться управленцем от этой касты идиотов, терзающих нашу науку. Вот это вот они. Физики и математики придумали математическую физику, которая должна опираться на их математические, многомерные. Их просто надо преимущественно им на лоб ставить, регенерировать, как-то возвращать в реальность. или что эквивалентно трехмерной сферой. Ну, или грубо говоря, существует непрерывное перетаскивание этой поверхности такое, вот без склеивания и разрывов. Перетаскивание поверхности. Вот это вот все просто прям препараты. В? Без препаратов. множество, которое задается одним уравнением х квадрат плюс у квадрат плюс z квадрат плюс t квадрат равно единице в четырехмерном пространстве. Ну, и, соответственно, если мы верим в то, что мы живем в такой вселенной, то есть... Вот это ключевое. Если если мы верим, что мы живем в такой вселенной... Степаныч, ты веришь, что мы живем в такой вселенной? В какой? Где четырехмерный гиперкуб пустил щупальца перетягивает гомеоморность из трехмерного пространства? Это все без препаратов. Ты веришь? Верь, Верь Степаныч, Верь Михалыч, мы живем в этом пространстве. Балбесы. Что выполнены эти условия, да, все, которые я перечислил, но они почти все вроде как очевидны. Эти условия все как бы очевидны. Прям... Он так, по большому счету, он точно, наверное, не сомневается, что он в этом пространстве живет. По связности это вопрос, да? Пустим корабль, да, и за ним будет эта вот веревка идти, бежать. Космический корабль будет долго-долго летать, летать-летать, вернется исходную точку, мы завяжем нитку, почем мы уверены, что вот это все можно вот так стянуть, а вдруг он обернул как-то так вот какой-то, какую-то невидимую четырехмерную дыру обернул, да, пока летел. В принципе, у нас нет точной веренности. Но если мы в это поверим, то мы живем... Это вот как вот... Есть нормальная физика, да? Ты берешь, ставишь эксперименты с пространством в одном метре кубическом, ты засунул руку, провел по пространству, свобода перемещения в трех направлениях, да, ты посчитал количество мерности, взял такой же кубометр рядом, ты знаешь свойства этого кубометра, знаешь свойства общего кубометра. Более того, любой объект может прибыть тебе в этот твой экспериментальный кубометр с расстояния 100 метров, с расстояния километра, провести здесь опять те же самые манипуляции, исследования и понять, что с изменением расстояния динамика в этом кубометре свойств пространства не меняется. Не важно, сколько ты там миллионов световых лет сюда прилетал в этот кубометр, здесь ничего не поменяется. Свет от неведомых галактик, придя сюда, столкнется с теми же самыми свойствами. Понимая эту динамику, ты не можешь прийти к какому-то нелепому выводу, что что-то может в кубометре измениться с расстоянием. А ты на полном серьезе говоришь, что корабль, полетав с веревочкой где-то там по космосу, мог попасть четырехмерно. Это, ну, напесточник на рынке, жулечек такой нормальный, который обманывает детишечек. Товарищ Алексей Саватеев на постнауке гипотеза по Анкаре. Одиннадцать минут в семь секунд. Какая густота бреда. Фактически на поверхности трехмерной сферы, то есть на границе четырехмерного шара. Вот на этом простейшем уравнении и живем. Вот. И эта гипотеза оказалась сложнейшей теоремой, которую доказала, значит, спустя 102 года, по-моему, она в 1900 году сформулирована Анри Пуанкаре, которого тоже считают основателем топологии. Но если Эйлер, он как бы заложил идею топологии, то Пуанкаре уже развил ее до состояния точной науки. Причем науки, которая находится в сердце всего остального вообще. Всех математических знаний, если как. Вот, зацените, вот это вот очень важно. Они уверены, что вот эта вот бредятина их, полуумная, имеет отношение к науке, но даже более того, она не только имеет отношение, она прям в сердце науки. Это передний край науки. Это конченые, конченые вообще маразматики и вредители. Математика это что-то устрашающее, что в сердце всех естественно научных знаний. То внутри математики есть устрашающее ядро, которое называется топология. Вот, ну и вот только спустя 102 года, в 2002 году удалось нашему ученому Григорию Перельману ее полностью доказать. Доказательство чрезвычайно сложное, я его совершенно не понимаю. Там нет ничего сложного, там просто такая же соусная бредятина. А понять бред невозможно, поэтому ты его действительно не понимаешь. Когда ты сознаешься, ты просто не можешь сознаться, что ты вот этот весь бред, который сегодня лопотал, ты тоже не понимаешь. Ты его просто повторяешь заученно, повторяешь, бедняжка, но понимать это невозможно. Ты просто как вот бывают в биологии показы такие существа, в которых паразит селился, подавил волю, отключил интеллект и паразит управляет этим живым организмом. Вот и такой же живой организм, которому личинку в мозг отложили между полушарией какашку такой шлеп и ты с ней носишься, бегаешь по вселенной, ищешь дурачков, которые будут слушать вот этот бред, повторять его за тобой, обманываешь детишек, а детишки-то ничем не виноваты, ты у них украл часть жизни, на осмысление вот этого бреда импортного, дебильного, слабоумного, ты украл у наших детишек часть жизни, они же могли чем-то полезным заниматься, они могли знания какие-то получать, настоящее, действительное, действительно мире, что-то полезное изучать, а ты украл у них это время на вот эту вот слабоумную хренатень, ты вредитель, товарищ Алексей Саватеев. В этой гипотезе очень много открытых проблем, ну и вообще топология это то, что находится в самом сердце математики. Топология это одна большая проблема, это раздвигающиеся грани маразма, маразм он безбрежен, тайны маразма никогда человечество не постигнет все, они нескончаемы, биться в слабоумии можно сколько угодно, надо сосредотачиваться наоборот дружок, учить законы логики, возвращаться в научное поле, заниматься действительной математикой действительного мира. Это центральная математика, это область, которая развивается чрезвычайно активно и эта область развивается чрезвычайно активно, вот самый маразм развивается чрезвычайно активно, это вот просто признание вот этого урона. Вообще математика она вечно живая, как Стелла волшебница розовой страны, 3000 лет, а все молодая и молодая, математика она цивилизация шла, как-то развивалась, развивалась, потом пришли эти балбесы, которые не могут сосредоточиться на таких хлоп, цивилизацию, и она под откосик пошла, затормозилась, затормозили все остальные направления, объявили главным движение к маразму, и мы катимся под откос всей цивилизации вот из-за таких вот безграмотных товарищей товарищей, которые нам совсем не товарищи, не очень хороших ребятишек, скажем так, не будем их сегодня сильно ругать, потому что они же как-то напрягали свои чебурашкины извильвины, чтобы чем-то там заниматься. Дай Бог вам просвещение, чтобы очнулись вы когда-нибудь, бедняжки, бедолажки. вот такие вот забавные ролики гипотеза Поводкары Алексей Саватеев на постнауке. Постнаука это же какой-то там канал официальный поди, да, который должен хоть как-то цензуру какую-то иметь. Итого, с вами был Виктор Катющик, телеканал Научный Трибунал. Мы на Ютубе, мы в Телеграме, подписывайтесь, как-то поддерживайте, потому что этот развивающийся поток маразма, эти волны, это неудержимое стремление в дикость надо как-то останавливать, надо как-то создавать группу людей, которые хотя бы понимают, что происходит. Мы не должны скатываться в бездну ради этих товарищей, не товарищей. Всем привет! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова